Бесконечная видеокассета Объект номер SCP-1204 Класс объекта – безопасный Особые условия содержания SCP-1204 содержится в сейфе для хранения безопасных объектов. Копии фильмов с SCP-1204 хранятся в защищенном архиве. Их дальнейшее копирование и распространение запрещено. Ответственный за объект старший научный сотрудник Выдача SCP-1204 для просмотра приостановлена до особого распоряжения руководства зоны. Описание SCP-1204 представляет собой VHS-кассету черного цвета с белой этикеткой, Без упаковки и без маркировки изготовителя. На этикетке имеется надпись от руки фиолетовым фломастером. Медузы, художественный фильм, боевик, СССР, 1990. Материал корпуса и ленты обычный, Способ магнитной записи стандартный. Кассета читается любыми VHS-проигрывателями. Аномалию представляет собой пространственная структура ленты. Независимо от длительности перемотки или просмотра, Диаметр левого и правого рулонов всегда одинаков. Таким образом, кассету невозможно отмотать к началу или концу. Предполагается, что основная часть ленты расположена вне нашего трехмерного пространства. Общая длина ленты, включая экстрамерную часть, неизвестна и, возможно, бесконечна. Наблюдаемый объем рулонов соответствует продолжительности записи около двух часов, Но к настоящему времени уже отсмотрено более 300 часов неповторяющегося материала. На кассете записано некоторое неизвестное количество художественных фильмов. При каждом включении просмотр начинается с одного и того же момента. Пятая минута, 27 секунда. Какого-либо из фильмов. Перемотать его назад или вперед невозможно. После каждой перемотки проигрыватель начинает заново воспроизводить совершенно другой фильм с его пятой минуты. При ускоренном воспроизведении, как назад, так и вперед, изображение размывается до полной неразвлечимости. Ввиду этого эффекта не удалось установить, можно ли осуществить запись на SCP-1204. Проигрыватель технически выполняет функцию записи, но проверить результат невозможно. То же относится и к стиранию. Любой фильм с SCP-1204 можно переписать на обычный носитель или заснять с экрана камерой. Копии воспроизводятся с обычного носителя без каких-либо аномалий и искажений. Все просмотренные к настоящему времени фильмы сняты в одном жанре боевика и представляют собой вариации одного и того же сюжета. Кинематографический стиль характерен для последних лет существования СССР и известен как «перестроечная чернуха». Все фильмы сняты на низкокачественную пленку. Для всех характерный тусклый колорит, минорная музыка, обстановка грязи и разрухи, циничные и аморальные персонажи, критика коррупции и официальной идеологии, эксплуатация тем наркомании, проституции, молодежных группировок, бытовой жестокости. Фильмы изобилуют сценами насилия, присутствуют необусловленные сюжетом эротические эпизоды и псевдофилософские монологи. Общее качество по оценке штатного киноведа фонда – крепкая категория «Б». Сюжет шаблонен. Главный герой – член некоторой организации, борющейся с врагами. Начальник героя совершает в его отношении некую несправедливость. Оскорбленный герой уходит со службы и опускается на социальное дно. Тем временем враги усиливают натиск, и их становится невозможно одолеть без героя. Начальник зовет героя обратно на службу, но тот отказывается. Тогда начальник подстраивает убийство самого близкого героя человека – жертвы – руками врагов. Герой возвращается и мстит врагам. В процессе он узнает правду об интриге начальника и идет его убивать. Чтобы добраться до начальника, герой вынужден убить своих соратников по организации, в том числе близких друзей. После крайне жестокого убийства начальника, впавший в боевое безумие герой или, возможно, актер, начинает убивать съемочную группу. С этого момента – 52 минута 7 секунда – манера съемки резко меняется на документальную. После убийства оператора камера продолжает работать, и зритель видит только статичный план съемочного павильона. Некоторое время слышны выстрелы, крики и звуки сирены. Потом наступает тишина. По-видимому, фильмы не имеют конца. Один из экспериментальных просмотров, номер 29, длился 48 часов после убийства оператора, и все это время камера статично показывала сцену павильона. Помимо общей фабулы, от фильма к фильму повторяются одни и те же детали. Действие всегда происходит в приморском городе в дождливую погоду. Роли героя и начальника неизменно исполняют одни и те же актеры, их личности не установлены. Другие актеры, в том числе исполнитель или исполнительница роли жертвы, могут меняться. Начальник значительно старше главного героя. Между ними присутствует некоторое, неполное, внешнее сходство. Но в сюжете это никак не обыгрывается. Герой, будучи мужчиной 25-35 лет, имеет детское хобби и употребляет выражение из школьного жаргона тех лет. Часто встречается число 527. Постоянно повторяется лейтмотив медуз. В море никто не купается, так как в нем кишат медузы. Или другие сходные существа, которых в любом случае называют медузами. Их обязательно показывают долгим и крупным планом. Жертву, помимо прочих пыток, окунают в бассейн с жалящими медузами. В каждом фильме начальник произносит фразу «Медузы не только в море, они повсюду». И тому подобное. Замечено, что объект эволюционирует. С каждым просмотром фильмы становятся все более странными и абсурдными, хотя четкость сюжета сохраняется. Также со временем нарастает степень жестокости и все навязчивее становится тема медуз. После примерно 25-го фильма она вышла на первый план и стала сюжета образующей. Случаев ментального, меметического или иного аномального воздействия на зрителей не зафиксировано. Просмотр считается безопасным. Приложение 1 Краткие сведения о некоторых версиях фильма Номера 1 и 2 были просмотрены вне фонда. Копии не сделаны, подробных описаний не сохранилось. Номер 3 Действие происходит во Владивостоке. Герой – милицейский оперативник, мастер спорта по карате, враги и корная мафия. Это одна из самых ранних и, соответственно, наиболее нормальная версия. В ней сравнительно мало пыток и изнасилований и почти нет фантасмагорических сцен. Если не считать эпизоды с утоплением жертвы, дочери героя, в бочке черной икры. В саундтреке используется Кармина Бурана, Карла Орфа и песни группы Кино. Номер 4 Место действия – неопределенный город на Черном море. Герой – бывший афганец, ныне активист экологического движения. Он борется с заводом, сбрасывающим в море ядовитые отходы. Именно из-за них в море расплодились медузы. Фильм не досмотрен до конца в связи с экспериментом по перемотке кассеты. Номер 5 Место действия – Таганрог. Организация – молодежная группировка, похожая одновременно на панков и металлистов. Герой – мастер боя цепью, враги – скинхеды, за которыми стоит КГБ. Начальник – неформальный лидер группировки. Также оказывается завербованным агентом КГБ и в то же время наркоторговцем. Подробно показан процесс приготовления и употребления некого наркотика из яда медуз. Саундтрек – песни неизвестной рок-группы на остросоциальные темы того времени. Номер 11 Осовремененная экранизация Илиады Герой – Ахилл Начальник – Агамемнон Жертва – Патрокол Троянская война изображена в виде разборок между греческой и кавказской Троянской ОПГ в городе, похожем на Сочи. Боги Олимпа фигурируют как представители государственной и партийной власти. Афина – коррумпированная судья, носит бриллиантовый кулон, изображающий Горгону-Медузу. Присутствуют гомоэротические сцены. К концу действия, когда Ахилл, мастер ножевого боя, убивает всех троянцев и начинает убивать греков, сюжет резко расходится с Гомеровским. Саундтрек – кавказская этническая музыка и песни группы Queen. Номер 19 Действие происходит в ходе советско-иранской войны в оккупированном Бендер-Аббасе. Герой – снайпер в советских вооруженных силах, враги – иранские маджахеды. Много общего с афганскими фильмами того времени. Имеются откровенные сцены гетеро и гомосексуальной педофилии. По улицам города ползают сухопутные медузы, местные жители употребляют их в пищу. В боевых сценах задействованы танки и другая тяжелая техника. Саундтрек – неоклассическая оркестровая музыка с восточными мотивами. Композитор неизвестен. Номер 32 Место действия НИИ морской биологии в Тетисграде, на берегу моря Тетис. Герой – молодой ученый, специалист по медузам. Начальник – его научный руководитель. Враги – конкурирующая лаборатория, где стремятся вывести разумных медуз-убийц. Финальная схватка разворачивается на защите диссертации, украденной у героя начальником. Оружие героя в этой версии – скальпель и шприц с ядом. Саундтрек – авангардная электронная музыка. Номер 144 Действие происходит в главном коллекторе канализации некоего мегаполиса, в основном под водой. Герой – боевой пловец. В результате аварии атомной субмарины появились медузы-мутанты, способные жить в «удалено» и питаться «удалено», используя людей в качестве «данных удалены». Следует отметить, что подобных спецэффектов еще не производила ни одна студия в 1990 году, и даже в наше время они стоили бы исключительно дорого. Саундтрек «Григорианские хоралы» в хардроковой аранжировке. Способ, которым герой расправляется с начальником – «данных удалены». Это и другие сцены с участием португальских корабликов, особенно эротические, побудили старшего научного сотрудника «А». Выдвинуть предложение о запрете дальнейшего просмотра SCP-1204. Предложение отклонено. Номер 526 Место действия Полузатопленный город, похожий на Москву. Несмотря на то, что улицы и помещения затоплены морем на глубину 50-100 см и, естественно, кишат медузами, в городе продолжается жизнь, люди по поясу в воде ходят на работу. Герой – тайный агент, цель его организации – найти забитый медузами слив и выпустить воду из города. Враги же, наоборот, хотят повысить уровень воды и скрывают слив. Персонажи почти не разговаривают. За весь фильм звучат только две реплики начальника, где слив, повторяется много раз, и неизменная «Медузы не только в море, они повсюду». Саундтрек состоит из бесконечного зацикленного фрагмента песни группы «Пикник» «Фиолетово-черный». «Если можешь, беги». Около 30% экранного времени отведено сценам убийств, пыток, изнасилований и причудливых «Удалено», отснятых предельно реалистично. Еще около 25% времени занимают не связанные с сюжетом крупные планы «Медуз». В отличие от предыдущих версий, герой после убийства оператора обращает внимание на камеру и… «Данные удалены». Копии фильма уничтожены. Старший научный сотрудник А… Повторно предложил запретить дальнейший просмотр SCP-1204. Предложение принято. Приложение номер 2. История обнаружения. В 1991 году в Москве Сергей… 1977 года рождения, сын капитана милиции, по невыясненным мотивам застрелил отца из похищенного у того табельного пистолета. Вслед за этим он убил нескольких случайных свидетелей и покончил с собой. SCP-1204 был обнаружен сотрудниками милиции при обыске в его личных вещах. Объект был передан в фонд после первых двух просмотров, выявивших его аномальность. По словам матери Сергея, при его жизни она не видела этой видеокассеты. Видеомагнитофонов в семье не было. Удалось установить, что подросток страдал некоторыми невротическими расстройствами, в частности фобией медуз. Объект номер. SCP-2335. Сам себе режиссер. Класс объекта. Безопасный. Особые условия содержания. SCP-2335 хранится в сейфовой ячейке со средним уровнем защиты, в камере содержания медиаданных 19D. Чтобы не повредить SCP-2335 и сохранить его функциональность, брать диск в руки следует в перчатках. Извлекать SCP-2335 из DVD-бокса разрешено только с целью проведения экспериментов. Описание. SCP-2335 представляет собой стандартный, доступный в розничной продаже, диск DVD-R Meramex 16X. Без каких-либо маркировок, помещенный в DVD-бокс SuperMedia S. Базовый анализ физических свойств диска показал, что в его состав не входят аномальные материалы, а сам он подвержен порче, как и любой другой подобный недорогой диск. Содержимое SCP-2335 можно воспроизвести на любом DVD-плеере, а также устройствах, оснащенных DVD-приводом, таких как компьютеры, игровые консоли, портативные медиаплееры. После окончания загрузки диска на экране воспроизводящего устройства появляется меню без названия. В нем имеется две круглых кнопки. Первая запускает показ видео, вторая, похоже, не имеет никаких функций. Если зритель выберет первую опцию, то начнется воспроизведение записи, предположительно сделанной во время семейного отдыха на берегу озера. В верхнем правом углу находится цифровой водяной знак, обозначающий время и дату, когда она была сделана. 27.08.1999 Продолжительность видео составляет около 40 минут. Все, что на нем изображено, это мужчина европеоидной расы в возрасте 40 с лишним лет, плавающий на каноэ. Запись начинается в 16.54.51 и внезапно обрывается в 17.35.19. Тем не менее, если воспользоваться функцией пропуск на воспроизводящем устройстве, запись сменится на другую, сделанную в иные время и дату. Субъекты на новой записи, как правило, не будут каким-то образом связаны с мужчиной на исходной записи. В ходе экспериментов ни одна из записей не повторялась дважды. Во время их анализа было выдвинуто предположение, что они должны были сопровождаться закадровым голосом рассказчика. Записи сделаны в промежутке со 104 по... ...год нашей эры. Наибольшая их продолжительность составляет 30 минут, наименьшая – 12 секунд. Все записи, вероятно, были сделаны одной и той же камерой, в каждой из них присутствуют люди. К оператору, далее обозначается как SCP-2335-1, никто не обращается, а субъекты, похоже, не знают о его присутствии. Сноска. Последняя на данный момент изученная запись в этом плане является исключением. Журнал регистрации содержимого видеозаписей. Указанная дата и время. 03.10.1949. 15 часов 5 минут 12 секунд. 15 часов 7 минут 1 секунда. Изображенные события. Высокорослый мужчина европеоидной расы в возрасте примерно 20 с небольшим лет опирается на забор окружающей сельхозугодия. На нем белая майка, черные рабочие штаны и шляпа с широкими полями. Субъект, похоже, смотрит куда-то вдаль и наблюдает за чем-то, что находится вне кадра. На отметке 15.06.22 он улыбается и остается в таком состоянии до самого конца записи. Указанная дата и время. 03.03.1315. 7 часов 12 минут 21 секунда. 7 часов 15 минут 44 секунды. Изображенные события. Темнокожий мальчик, предположительно представитель какой-то мезоамериканской народности, лезет на дерево в экваториальном тропическом лесу. На нем одежда из звериных шкур, на руке заметно разноцветная повязка. На отметке 7 часов 14 минут 34 секунды мальчик падает с высоты примерно 5 метров и кричит от боли, после чего теряет сознание. Камера снимает лежащего без сознания ребенка еще 44 секунды. Указанные дата и время. 29.04.2028. 16 часов 14 минут 10 секунд. 16 часов 15 минут 26 секунд. Изображенные события. Три подростка британца идут по обочине оживленной автострады и ведут разговор об учителе, который им не нравится. На вид им 12-14 лет. Каждый из них одет в черные брюки и красную рубашку из обтягивающей ткани, похожей на нейлон. На их ременных пряжках имеется эмблема в виде зеленого барана. В их речи можно услышать несколько уникальных жаргонных выражений. Так, например, они называют некую женщину «стекудрой-бокрой» и несколько раз описывают заданное им домашнее задание как «притюкнутое». Указанная дата и время. 25.12.1990. 6 часов 35 минут 45 секунд. 6 часов 36 минут 31 секунда. Изображенные события. Девочка-афроамериканка в возрасте примерно 5-8 лет открывает огромную красиво украшенную коробку. Вытащив из коробки котенка окраса Табби, породы американская короткошерстная, девочка приходит в крайний восторг и начинает прыгать на диване, выкрикивая при этом «Спасибо, папочка!» в одну из подушек. Указанная дата и время. 25.12.1987. 5 часов 45 минут 55 секунд. 5 часов 48 минут 52 секунды. Изображенные события. Светловолосый мальчик европеоидной расы примерно того же возраста, что и девочка с предыдущей записи, сидит на кровати. Мальчик тихо всхлипывает и прислушивается к голосам двух взрослых, предположительно его родителей, на заднем плане, которые, судя по всему, ссорятся. Услышав громкое хлопание дверей, он взвизгивает, затем запускает руку под подушку, достает оттуда красно-зеленый конверт и в ярости рвет его, сдавленно рыдая. Вначале я думал, что записи следуют друг за другом в случайном порядке. Либо эти два конкретных ролика встали друг за другом благодаря очень удачному стечению обстоятельств, либо моя гипотеза не верна. Доктор Указанная дата и время Удалено Изображенные события Запись была сделана в коридоре комплекса Расположенного За несколько минут до того, как SCP И SCP Совместными усилиями устроили полномасштабное нарушение особых условий содержания. Исследователи и прочий персонал действуют в соответствии с протоколами на случай подобных ситуаций и пытаются остановить распространение угрозы, либо спастись бегством. Среди прочих сотрудников в кадре появляются Доктор И Доктор Которые в тот день погибли во время восстановления условий содержания. Несмотря на все попытки сопротивления, оказываемые этими сотрудниками, и которые оператор, похоже, пытался заснять специально, SCP Добирается до Доктора И Его своими Что приводит к И смерти от кровопотери SCP В это время Доктора 14 раз до тех пор, пока он не В течение 1 минуты и 14 секунд Указанные даты и время 27.07.2099 9 часов 5 минут 31 секунда 9 часов 8 минут 31 секунда Изображенные события Арена, заполненная в основном подростками и молодыми людьми. Примерно половина из них одета в синее облегающее трико с наплечниками. Другая половина одета в похожие костюмы красного цвета. Каждый субъект держит в руке желтый светящийся жезл длиной около 35 сантиметров. Предполагается, что они участвуют в спортивном состязании, поскольку было замечено, как члены обеих команд пытаются ударить друг друга жезлами. Если удар приходился по какой-либо жизненно важной части тела, то пораженный субъект падал на землю без чувств на неопределенно долгий срок. Из-за малой длительности видеоролика и неудобного угла обзора камеры, основная цель этой игры осталась неясной. Однако было выдвинуто предположение, что члены каждой команды должны попасть на вражескую территорию, уворачиваясь при этом от атак противника. Указанные дата и время. Убили. Изображенные события. Демонстрация статичного кадра продолжительностью секунд, на котором изображен многоквартирный дом в квартале И хотя съемка велась со слишком большого расстояния, чтобы можно было точно определить адрес, анализ кадра с помощью специальных программ показал, что это жилой комплекс В котором в настоящее время проживает доктор И хотя данная запись отличается по своей сути от той, которую мы видели ранее, это лишь совпадение. И у нас нет никаких оснований предполагать, что это проделки какой-то неизвестной силы. По крайней мере, лично я очень и очень надеюсь, что это лишь совпадение. Доктор Указанные дата и время 16.06.219 14.24.42 14.25.50 Изображенные события Мужчина-африканец в кожаной юбке стоит в кругу, похоже, одетых наблюдателей. Он выполняет серию акробатических номеров, которая заканчивается сальто назад через костер, и толпа рукоплещет ему. Из толпы выходит маленький ребенок и дарит мужчине цветок. Указанные дата и время 08.09 38.13.32 38.14.22 Изображенные события Группа людей, руки которых переплетены между собой, бежит по абсолютно плоской равнине красного цвета. Судя по анализу их шагов, рост этих людей составляет 2,1-2,2 метра. На их телах нет волос, а кожа имеет рыжеватый оттенок, несвойственный ни для одной из ныне существующих человеческих рас. На ногах у них черные обтягивающие штаны, а на руках разноцветные браслеты, сделанные из тонких металлических полос. Цвет и узор на браслетах уникален для каждого из субъектов. В кадре не видно, чтобы окружающая местность имела какие-либо примечательные особенности. Указанная дата и время Изображенные события Доктор Руководитель исследовательских работ с объектом SCP-2335 спит в постели с женой. Свет в комнате включен, однако субъекты не просыпаются. Камера медленно приближается к лицу доктора Снимает его в течение 13 секунд, после чего свет выключается и видеозапись обрывается. Нужно на время приостановить эксперименты, пока мы не поймем мотивы этой сущности. Я знаю, что ее враждебность пока не доказана, но мне как-то не по себе от того, что она знает, где я живу. Доктор Доктор Был отстранен от исследований SCP-2335. Теперь головой проекта являюсь я. Доктор Указанные дата и время 12.12.1212 12 часов 12 минут 12 секунд 12 часов 12 минут 24 секунды Изображенные события На этой видеозаписи, которая длится около 12 секунд, изображен мужчина, одетый в костюм из бархата, по фасону, схожий с одеяниями первых итальянских баронов. Мужчина запускает руку в огромный дымящийся котел и достает оттуда пригоршню металлической стружки, очевидно золотой. На отметке 12 часов 12 минут 20 секунд мужчина подбрасывает стружку в воздух и смеется. Указанные дата и время Удалено Изображенные события Неподвижное изображение лица негуманоидного существа по внешнему виду схожего с SCP-2335, который смотрит прямо в камеру. После короткой паузы существо наклоняет голову в бок, как будто увидело что-то странное или любопытное, после чего жестом указывает куда-то за пределы кадра. Ровно через 12 секунд после этого существо произносит на 8 самых распространенных земных языках «как вы нашли нас», «кто вы такие», делая небольшую паузу после каждой фразы. После того, как доктор паузы ответил на вопрос существа, оно стало говорить с ним на английском языке. Далее приводится расшифровка и перевод их разговора. Все эксперименты с объектом были временно прекращены до следующего приказа Совета О5. Протокол интервью 2335-2 Опрашиваемый SCP-2335-2 Опрашивающий Доктор Предисловие Это единственный случай вербального контакта, осуществленного с неизвестным существом, которое далее обозначается как SCP-2335-2 С помощью SCP-2335 Начало записи Вы имеете в виду наш вид? Мы называем себя людьми Распознание проведено успешно На этих записях изображены представители вашего вида Которые на диске? Да С какой целью вы изучаете нас? Возникло недопонимание Мой род не является ответственным за создание коллекции упомянутых видеозаписей Я волонтер Член местного собрания хронописцев Во время стандартной процедуры внесения данных в наш архив Мы обнаружили кое-что диковинное Игра Содержащая просто немыслимое количество данных Была начата расшифровка В результате которой получены видеозаписи На которых запечатлены представители вашего вида Было произведено изучение этих записей После чего установлен контакт с вами Вам известно, чьих это рук дело? Похоже, что мы с вами видели одни и те же записи Но мы понятия не имеем, откуда они появились Возникло затруднение Ни один из задокументированных моими сородичами видов Не развит технически настолько Чтобы иметь возможность умещать столь большой объем информации На такие маленькие носители Как вы научились говорить на английском языке? Ваш народ в какой-то мере взаимодействовал с нами? Был произведен перевод В настоящее время я говорю на своем родном языке А Эгрус строится на основе анализа образцов вашей речи из видеозаписей Хранящихся на море Ха В наших летописях нет данных о встрече с представителями вашего вида до этого момента Приношу извинения, если перевод не точный И вы смогли изучить наши языки по нескольким видеороликам? Возникло недоразумение Вы еще не узнали, что на вашем носителе данных содержится безграничный объем информации Ваша копия имеет элемитированный объем? Наш Эгурин проанализировал грах на чрезвычайно высокой скорости И мы до сих пор не смогли понять, есть ли конец этим записям В наших архивах в настоящее время хранятся сотни миллионов отдельных видеороликов С представителями вашего вида И каждый круг Мы открываем все новые и новые экземпляры И все они хранятся на исходном ценотах Как давно вы этим занимаетесь? Были приложены огромные усилия Грах был найден много-много кровотому назад Произошло замедление темпов изучения артефакта Как и ожидалось после столь долгого времени Но некоторые вроде меня продолжают просмотр, анализ и сохранение Среди гунжих простых крашнан эти записи весьма популярны Должен сказать, что ваш народ восхитителен Если то, что изображено на них правдиво Вы выложили эти записи в общественный доступ? Да-да Представители вашего вида Очень нас заинтересовали Вам уже попадались видео с бегунами? Или с малышкой и подарком? Или с битвой на светящихся жезлах? Среди прочих записей в наших архивах Эти самые популярные Некоторые из нас устраивают ритуалы просмотра Которые обычно проводятся каждый мгнтах То есть вы занимаетесь глубоким изучением материалов Хотя даже не имеете каких-либо идей И теорий касательно того, откуда они взялись? Мы не имеем знаний Есть лишь теории Самое популярное гласит Что создатели этого артефакта По уровню умственного развития Опережают и мой род, и ваш Не сочтите это за грубость Похоже, что он либо не связан с узами Пространственно-временного континуума Либо обладает умением выходить за его пределы Как Сифу или Брулка Этот создатель знает о существовании наших народов И вполне может прямо сейчас вести запись нашего контакта Пока мы с вами ведем беседу через свои собственные средства связи Он мог даже посодействовать ее началу Вообще Есть предположение, что создателем можно выйти на контакт Поскольку анализ Нахакура подтверждает Что это может быть форма жизни на основе Рассоха И это лишь вопрос вред В этот момент связь с SCP-2335-2 внезапно прервалась SCP-2335-2 с тех пор не был замечен ни на одной из видеозаписей на SCP-2335 И хотя в настоящий момент высший командный состав организации Ведет споры касательно продолжения экспериментов Все исследования SCP-2335 были прекращены до следующего приказа Совета О-5 Конец записи